Мы сами делали вербницу. Это первая кукла, которую делают в Пасхе. Пару к ней делают вот такую куклу, пасхальную голубку. На птицу эта кукла похожа лишь на звание. На самом деле она символизирует женщину, идущую в церковь освещать пасхальные угощения. Однако крутили ее на Руси еще задолго до появления праздника. Тогда голубка была оберегом в доме, а уже с появлением христианства стала символом благой вести. Впрочем, какими бы различными ни были значения куклы, техника исполнения сохранялась веками. Материал на пасхальную голубку, в отличие от, допустим, куклы недоля, берется только новый, только красный, только радостный, только чистый. Ткани на пасхальную голубку нужно брать сколько ни жалко. Главное – суметь с ней совладать. Кукла делается без единого шва. Кукла – это модель человека. И колоть ее иголкой просто нежелательно. И тем более мы вкладываем в эту куклу наши добрые, светлые помыслы, нашу память о наших ушедших родителях, к примеру. Готовим ее на целый год вперед и хотим, чтобы она была у оберега. Не надо ее дырявить. Мастер-класс по изготовлению куклы работники Дома народного творчества провели в обеденный перерыв. Впрочем, на голод никто не сетовал. Опыт мастерицы все перенимали с удовольствием. И уже не в первый раз. Месяц назад мы делали крупенечку. Сейчас стоит в кухне, оберегает наш быт, чтобы был достаток в доме. Крупенечка делается. Если я поставила дома себе на кухню, в правый угол, говорят, надо обязательно ставить. Естественно, я верю в это. Именно Вера превращает пасхальную голубку в оберег. Без нее она будет не более чем игрушкой.